здравствуйте сегодня мы снова поговорим о томатах и я вам расскажу о тех самых моментах о которых вы должны помнить прежде чем выбирать семена в магазине и так сейчас на рынке представлено более 100 видов томатов и гибридов и каждый садовод-огородник встает с проблемой какие же именно взять воскорослые низкорослые для открытого для закрытого возникает масса всяких вопросов и так что вы должны помнить что сорта которые предназначены для выращивания в открытом грунте северных регионах не подходит для выращивания этих томатов южных регионов так как они поведут себя совершенно непредсказуем такие сорта северной селекции как бонием грибовский белый налив грунтовой грибовский при высокой солнечной радиации на юге нашей страны хоть они и остаются конечно скороспелыми но значительно уступает по урожайности сортам местной селекции это вот обязательно должны знать и напротив сорта южной селекции посажены в северных регионах становятся более облиственными и превращается позднеспелым плохо завязывает урожай и могут даже вообще не вызреть это вот основные моменты которые вы должны помнить когда покупаете семена то есть отдаем предпочтение тем которые рекомендованы для выращивания в данной климатической зоне сорта предназначены для выращивания в средней полосе должны быть очень скороспелыми то есть срок отдачи урожая должен быть 95 100 суток и отдачи урожая должна быть очень дружной иначе ну просто они могут быть не вызреть до конца и быть как раз попадает в тот период когда начинается у нас нападение фитофторы и других грибковых заболеваний поэтому отдаем предпочтение только скороспелым сортам подмосковье в хорошие года успевает вызреть томаты с 4-5 соцветий это в хорошие годы в обычные годы это 2-3 соцветия вызревают у нас томаты без проведения посынкования рекомендуется в средней полосе выращивать супер детерминатные сорта очень раннеспелые и очень дружной отдачи но это такие как бони эм аляска бета гавриш биатлон гибриды в основном все семка синбат леопольд ракета банан красный арбузный это такие вот наверное основные это все производят все сорта производитель гавриш при использовании опор или подвязка растений к шпалере рекомендуется брать сорта детерминатные и скороспелые такие как верлиока ля ля фа доцент мастер и гармония это вот такие вот тоже базовые сорта тоже фирмы гавриш они очень сильно рослые и рекомендуется их формировать в один-два степени полудетерминатные и индетерминатные сорта которых поздняя отдача урожая в средней полосе в открытом грунте выращивать вообще не рекомендуется а сорта томат судят по качеству плодов что вы должны помнить то есть теплоды типом томаты которые выращиваются для салатного применения и потребление свежем виде должны иметь массу в среднем от 80 до 100 грамм иметь яркую красную розовую окраску без темного без темного пятна около плодоножки темно-зеленого должна отсутствует грубая сердцевина содержание аскорбиновой кислоты должна быть должно быть достаточно высоким и количество сахаров тоже это вот те которые салатного назначения для цельноплодного консервирования выбираются томаты которые масса средней массы томатов должна быть 45 50 грамм иметь то достаточно толстую кожуру чтобы придать чтобы она выдерживала термическая обработка кроме перечисленных мной сортов для открытого грунта в средней полосе можно использовать еще томаты следующие названия москвич отрадный тамбовский урожайный 340 дано доходный ниман это вот все сорта таки изумительные если честно превосходный 176 светанок прогресс челнок грунтовой грибовский белый налив дубок сибирские скороспелы алпатьев и ямал но это вот такие наверное основные моменты и основные требования для томатов для вращения томатов для средней полосы в открытом грунте так что вот я думаю что такой ролик вам пригодится при походе в магазин оставайтесь с нами всем пока